доброго времени суток с вами сергей и сегодня мы поговорим о насадке топоров и молотков в интернете есть очень много способов насадки топоров и молотков я сейчас обсуждать не буду плюсы минусы тоже не буду обсуждать я хочу рассказать свой способ насадки топоров и молотков мною мною разработан вот такой вот клин для насадки топоров также такие же уменьшенные копии для насадки молотков я его так и называю так как я его разработал я его так и называю клин конструкции мачнева это моя фамилия если вам удобней то я по профессии слесарь можете называть клин конструкции слесаря мачнева клин 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 металлический вот этот именно клин посмотрите он пойдет у меня сделан по форме по форме вот под этот старый я восстановил финский топор у меня бабушка по это самая финка и вот по наследству достались вот такие старые топоры он был лопнувший его восстановил проварил и вот этот клин подкованный финский топор я даже не знаю каких это годов топор но он очень старинный я такие вещи никогда не выбрасываю я его восстановил следующий год буду насаживать топорище клин сделан по форме топора какую длину я делаю для клина но давайте вот так приложим я где-то делаю длину клина 3 4 3 4 от длины насаживаем а части топора на топорище толщину толщину вот эти клинья для топоров я использую толщину четверку четверку 4 миллиметра для молотков двойки тройки для тяжелых вещей вот допустим для колуна я использую уже шестерочку вот посмотрите на колуне шестерочка на топорах я везде использую четверочки это самое вот покупал молоток печника первое время он у меня служил верой и правдой но где-то на день 2 3 он стал шататься я его сбил при помощи молотка с рукоятки рукоятка вполне нормально вполне хорошая это у меня уже у самого покрашена рукоятка в руках не скользит так как я всегда крашу краску перемешиваю с песком пропорции один к трем с мелким песочком я сбил сама сам молоток и вот пожалуйста насадил вот так вот насадил клин для молотка больше это дело уже никуда не шататься сейчас я вам привожу примеры топор сына это топор у меня сделан сыну на рыбалку маленькая рукоять для хвата подростка а также ребенка на конце расширена чтоб не вылетела топор легкий сильно не точен чтоб не повредить себя только для рубки дров клин здесь также четверочка разведен на три части я разводил как на три части так и разводил на четыре части разницы никакой нету что вы такой клин держится хорошо что такой клин держится как делаю конус так и без конуса тоже никакого значения не имеет здесь у меня сделано деревья при помощи железного клина расклинена вдоль и поперек деревянным клином держится все на отличное ну еще соответственно у меня проэкспериментировано несколько экспериментов вот допустим вот этот топор я насаживал сначала намазал герметиком то есть туда не попадает никакая влага ничего не попадает про саму насадку вот этот клин я зажимал прессом прессом с таким хорошим скрипом хоп все село уже намертво и никогда он ни при какой хоть на печке его держите хоть на батарее он никогда уже не рассохнет и никогда такой клин не будет шататься никогда не топор не молоток не будет на рукояти шататься потом вот этот топор я ставил на жидкие гвозди литки Sebastian боги вот этот топор вот это добавить остановимся на этом топоре это у меня самодельный топор вместе с самодельной рукояткой и самодельный топор здесь у меня Топорище я переделывал И маленькое получается Расстояние И я не делал поперечного разреза И не вставлял поперечки Поперек я вставляю деревянный клин Я его не вставлял Вот как вы видите Он сейчас прошел огонь и воду Им работали, выкалывали дерево Им работали сверху молотком Все прекрасно, все держится Все качественно Вот этот уже топор покупной Все стандартно Как и с покупным печным молотком Через какое-то время Начинает шататься Некогда мне было его А, попробовал я сбить Но шатается, шатается Уже небезопасно работать Но с топорища он не слезал Я просто взял Михаил Сергеевич наведет фокус И я просто взял И заколотил Клин для молотка Все Больше никаких шатаний Ничего нету Все прекрасно держится Справляется Здесь остался заводской клин И вбитый рядышком клин Для Вот как раз я изготавливал Я его делал по длине Это запасной вариант Мало ли куда-нибудь То же самое Три четвертых от верха До низа длина Вот так вот вам, наверное, будет Лучше видно Разверну Уже прекрасно держится Вот этот топор Перейдем к обзору Колуна Колуна Колун это Самодельный Ручка покупная У меня времени не было Колун этот мы вчера С сыном опробовали Покололи дров им Прекрасный вес Вес его прекрасно устраивает Длинная ручка Только надо Ее потом будет Следующий год Вот такую же эргономику придать Чтобы по форме руки Ничего Не скользило И сидело приятно Но это я на следующий год сделаю Там использован Клин Тройной Толстый Шестерка Для колунов Я уже делаю шестерку Хотя В принципе Если нет у вас шестерки Пойдет так же и пятерка И я думаю Ну я просто Подстраховался Я думаю С такой же функцией Справится клин толщиной Четверку Что касается Разводить клин Ну примерно я развожу Вот так вот Сталь Сталь самая обычная Сталь 6 Сталь 10 Какая у меня попадается Под рукой Рессорную сталь Конечно будет она не хуже Но Вот эта сталь Уже когда зажимаешь Она никуда Ничего Не дает деваться То есть Она запоминает Разжимается И ее свойств Хватает Чтобы не сжаться В изначальное положение До пропила Она уже держит Прекрасно А ну и вот Напоследок Еще Самодельный молоточек С самодельной ручкой Тут тоже самое Клин У нас Троечка Все Вот Посмотрите Донесенную до вас Мною мысль Какой должен быть Клин Как я Расклиниваю Тоже Это самое Сказал Ну допустим Вот привести Еще пример Заколачивать Заколачивать его Можно Но он идет В тугую В тугую Я делал Новый молоток Новый топор И забивал Клин Приблизительно Где-то я забивал Клин Наверное Даже может Вот такой Четверочкой Ну не важно Вот где-то Вот такого диаметра Забивал клин И под конец Хотя у меня и стояла На деревянной ручке На деревянной доске Ручка Тут у меня Маленечко Скол произошел После этого Я принял решение Все запрессовывать То есть Каким я образом Запрессовываю Я данкрат У меня есть помощник Один человек Вот так держит И надо просто найти Какое-то Вот образно Говоря Верхнее основание Чтобы не поднять Данкратом Вот приблизительно Там Основание Фуры Рама Вот машины Дверные проемы Только мощные Дверные проемы Что-то вот такое Вот я ищу И данкратом Зажимаю Это во избежание Сколов Самой рукояти Что еще тут Добавить Наверное Я все сказал По Толщине Я сказал Длину Я сказал Способ Насадки Я тоже указал Ну Следующий год Если буду Делать рукоятку Вот эту Да Я собираюсь делать Рукоятку На вот этот топор Я вам покажу Как я полностью Процесс Вот этот Буду делать Что ж Пожалуйста Примите во внимание Конструкция Проста И очень Так скажем Надежна У меня Нет Нет никакого Ни молотка В хозяйстве Нет топора Чтоб что-то Рассыхалось Либо что-то Болталось На этом Мы видеоролик Закончим Пожалуйста Судите сами До свидания